ПРЕДЕЛ и ПРИДЕЛ Ну, ПРЕДЕЛ это, наверное... ПРЕДЕЛ это... нет, ну... Ну, ПРЕДЕЛ есть... Давайте не по, давайте по одиночке. КОНЕЦ. КОНЕЦ, ПРЕДЕЛ, КОНЕЦ. Итак, ПРЕДЕЛ это конец чего? Согласен? Да? ПРЕДЕЛ поставлю. Да? КОНЕЦ. А ПРЕДЕЛ это... какой? Кто-нибудь берёт и переделывает. Откуда здесь ПРЕДЕЛ? Ну, в общем-то, потому что ПРЕДЕЛ. И, конечно, ПРЕДЕЛ и ПРЕДЕЛ это слова очень-очень близкие. Мы решили что-то переделать. То есть мы решили положить конец прошлому, да? И начать золото. Мы уже помним, что конец и начало слова однокорементны. Так что это нас не смущает. Так, ещё? А ПРЕДЕЛ то, что ПРЕДЕЛ? Ага. А ПРЕДЕЛ то, что ПРЕДЕЛано. Совершенно верно. Опять-таки, это слово гораздо более частое. Это слово гораздо более... ПРЕДЕЛ вам сейчас может встретиться, пожалуй, только... в церкви. В церкви. В церкви. В церкви. В церкви. Как церкви устроена, помните? Да. Очень хочется спросить как. В церкви. Неисовместен. В церкви. Голос гадит, ног приделывая, приделывая. Есть какие-то, какие. Вся. Вспомните, пожалуйста. Храм Василия Глашинова. Раз, два. Все вспомнили? Да. Сколько там куполов? Одиннадцать. Один, пять. Девять. это уже лучше. Помнишь, церковь с разноцветными куполами? Разноцветная на красной площади. Преормонтное место, совершенно верно. Там действительно 9 храмов в одном. 9 пределов. Вот сколько куполов, столько и пределов обручка. Да, церковь? Это совершенно не значит, что их приделывали по мере. Иногда церковь старания строилась, скажем, с тремя куполами. И главный предел, если посмотреть на церковь сверху, стандартный русский храм. И сейчас еще вверху храма. Условно говоря, там три купола. Давайте возьмем простой, да, с тремя куполами. Вот вы входите. Отсюда. С какой стороны света? С востока. Входите с востока. Входите с востока. А с запада с востока. Входите с запада, конечно. Это западная стена всегда. Она всегда на запад обращена. И это всегда на восток. И вот эти части храма и есть пределы. Раз предел, два предела. А это основная часть. Понятно, о чем речь? Да. А вот эта часть, если уж говорить о наших приставках, называется придвор. То есть как бы прихожая. Здесь одни двери, а здесь другие. И в старину, в придворе, могли находиться люди, которым по каким-то причинам не было положено заходить дальше. А здесь было несколько. Есть несколько. Много. То есть сейчас толпят все в придворе. И, конечно, выходят в судра. Это помимо. Видел? То есть это то, что как бы придела на основную часть. Да? Итак, придел. Прекрасно. Прекрасно! Прекрасно!